И что потеряла Ленинградская область, Ленинград в плане электроэнергетики? Это был внесен огромный ущерб. Утеряны две трети мощности, до военной мощности электроэнергетики. Повреждено более тысячи километров высоковольтных линий электропередач. Все загородные подстанции, все, что оказалось на территории, оккупированной немцами и финнами, это, естественно, было утрачно. Значит, если вспомнить хронологию, 30 августа 1941 года прекратила подачу электроэнергии на город Волховская ГЭС. В связи с оставшейся угрозой захвата станции Волховской, аппаратура станции была демонтирована. И пока еще немцы не перебили на железные дороги, началась ее эвакуация оборудованием в Среднем Азии за Абурал. Значит, 7 сентября 1941 года была захвачена немцами Дубровская ГЭС, ГЭС номер 8. Она была превращена в короткий срок в развалину, потому что рядом находился знаменитый Ревский плацдарм, который оказался в центре боев за год. Наши войска неоднократно предпринимали попытки захватить станцию, вернее, все, что и осталось, но, к сожалению, попытки были тщетны. Немцы ее удерживали прочно. А это какой был фронт, простите? Ленинградский? Значит, 10 сентября 1941 года было обнародовано постановление военного совета Ленинградского фронта о рациональном расходовании электроэнергии. Это можно проследить по ряду документов, которые дошли до наших дней и сохранены в наших фондах. Например, воззвание, памятка населению, работать по-военному, экономить во всем. И ряд плакатов тоже призывали к экономии. Да, действительно, вот в той сложившейся ситуации слово экономия, она имела за собой глубочайший смысл. И этот смысл был жизнь человека, жизнь бойцов на фронте, жизнь внутри блокадного кольца.